Далгат Байгужин Здравствуйте! Хотели как лучше, а получилось как всегда. Так интернет-пользователи называют принятая в Евросоюзе 25 мая новый закон о защите данных. Теперь пользователи из ЕС имеют право знать, как именно используются персональные данные, которые они предоставляют о себе в интернете. Новые правила являются экстратерриториальными и распространяются на операторов, обрабатывающих персональные данные европейцев как в 28 странах, членах ЕС, так и за пределами Союза. В случае использования данных пользователей в нарушении регламента предусмотрен штраф вплоть до 20 миллионов евро или до 4% годового оборота компании в зависимости от степени тяжести нарушения. В тексте документа отмечается, что изменения необходимы для более серьезной и последовательной защиты персональных данных в рамках Евросоюза, что имеет значение как для рядового потребителя, так и для обеспечения конкурентоспособности и прозрачности на внутреннем рынке ЕС. Помимо прочего, теперь на территории, где действует новый закон, нельзя фотографировать людей. В противном случае для использования этих снимков нужно взять письменное разрешение у всех, кто попал в объектив камеры. По сути, закон полностью убивает сюжетную фотографию. Уходит в прошлое целая эпоха, когда появились всемирно известные фотографии, отражающие жизнь Европы. Достопримечательность европейских городов будет очень трудно сфотографировать, не нарушая при этом закон. Уже даже нашлись и те, кто в первый же день вступления закона в силу начал писать жалобы в соответствующие инстанции. Макс Шремс, австрийский юрист и активист, борющийся за защиту прав на конфиденциальность и созданная им в Австрии неправительственная организация «Не ваше дело», подали жалобы против корпорации Facebook и Google, обвинив их в нарушении нового европейского законодательства. Шремс подал три иска. Один против Facebook, один против принадлежащих ему Instagram и WhatsApp, третий против Google. В соответствии с новым регламентом, технологические компании обязаны получать от пользователей информированное и определенное согласие на обработку персональных данных. По мнению господина Шремса, в случае с Google и Facebook такое согласие становится принудительным, так как если пользователь не даст согласие, он не сможет больше получить доступ к сервисам, которыми он пользуется. С момента принятия закона прошло всего три дня, а результаты уже имеются. И не совсем понятно, то ли радоваться, то ли плакать. В Лас-Вегасе 50 тысяч рабочих планируют устроить забастовку. Яблоком раздора стали быстро развивающиеся технологии. Дело в том, что сотрудников крупнейших казино могут заменить роботами. Несмотря на то, что индустрия услуг лучше всего проходит автоматизацию, она все же еще нуждается в людях. Казино не могут заменить работников роботами в массовом порядке, но все чаще идут на автоматизацию рабочих процессов. У людей не остается выхода, кроме как готовиться к худшему сценарию. 1 июня истекают контракты 50 тысяч членов профсоюза. И если за четыре дня не будет достигнута договоренность на выдвинутых ими условиях, это ударит по карману владельцев игорных заведений. В последний раз забастовка работников казино в Лас-Вегасе была в 1984 году. Продлилась она 67 дней и обошлась более чем в 1 миллион долларов за день простоя. Безработные боятся остаться даже повара. Если контракты не будут продлены, это грозит стать самой масштабной забастовкой против роботизации. Напомню, что по предварительным прогнозам футурологов уже через одно-два десятилетия роботы займут 35% вакансий во всем мире. Коснется это только автоматизированных процессов, исключающих наличие человеческого фактора. Не так давно компания Disney Research представила умную сенсорную стену, костюм, перемещающий в виртуальную реальность. На этот раз разработчики представили робота, который умеет, качаясь на тросе, исполнять обратное сальто и приземляться на маты. Для того, чтобы определить, как выполнить трюк, робот оценивает окружающую обстановку с помощью своих дальномеров. Робот длиной 2 метра 10 сантиметров состоит из трех подвижных частей, проводимых в движении специальными моторами, которые позволяют ему кружиться в воздухе. Сгибаясь и разгибаясь в нужный момент, раскачиваясь на тросе и ориентируясь с помощью лазерного дальномера, робот-акробат производит различные кувырки и трюки. Пока что это только экспериментальный прототип. В дальнейшем компания Disney Research намерена обучить роботов исполнять более сложные кульбиты. Неужели и цирковых артистов заменят роботы? Таковы главные новости IT-индустрии. К данной минуте оставайтесь в курсе событий информационных технологий. Вместе с нами. Увидимся.